Как только где-то нет информации, все всегда интерпретируют это в наихудшем возможном варианте. Докларируемое российским правительством засекречивание данных о золотовалютных и резервах страны, это тоже из разряда имитации бурной деятельности? Ну, это, конечно, инновационная история. То есть у нас есть сальдо начальное, мы, в принципе, как бы сказать, знаем обороты по дебету и знаем обороты по кредиту, а от нас засекретили сальдо конечное. Ну что ж, для тех, кто прогулял арифметику в третьем классе, эта мера, конечно, эффективная. А все, кто арифметику не прогулял, могут все посчитать сами. Другое дело, что эта мера, кроме того, что бесполезная, крайне вредная. Потому что любая непрозрачность – это риски, а риски всегда входят в тариф. Это как то, о чем мы с вами говорили в части дисконтов за риски логистики. Как только где-то нет информации, все всегда как бы интерпретируют это в наихудшем возможном варианте. Вот вы продаете автомобиль, вас кто-то спрашивает, а ест ли он масло? Вы говорите, не скажу. Что человек думает? Ну, значит, ест. Ну да. Так и здесь. Любая попытка засекретить что-то, чтобы не относилась к национальной обороне, а относилась к национальной экономике, она вредна. Кроме того, что бессмысленно. То есть я не специалист в области оборонных вещей, поэтому я по умолчанию считаю, что они должны все у себя секретить. Ну, потому что военные всего мира, во все времена, все всегда секретно. У них так принято, вот и нехай, им виднее. Но в экономике любая прозрачность дает лучшую цену, чем любая непрозрачность. Вот это аналогия с тем, а если ваш автомобиль масло, не скажу. Она применима совершенно к любой экономической статистике. Вы привлекаете инвестора, инвестор спрашивает, а что у вас с безработицей в регионе? Вы говорите, секрет. Думаете, ну, зачем мне строить тут завод? Может, там вообще никто на него работать не придет. Люди хотят вкладываться в вашу валюту или хотят совершать операции. А что у вас с обеспечением этой валюты? Секрет. Ну, хорошо, я не знаю, там, не придем в Россию, придем в Бразилию, придем в Индию, придем в Южную Африку. В страны, которые не секретят свою отчетность. Плюс еще одна очень важная вещь. Зачастую секретность используют для того, чтобы скрыть персональные ошибки. Ну, не вчера же Центральному банку рекомендовали пересмотреть свое отношение к накоплению золотовалютных резервов. Но какая-то упорная вера в то, что то, что у них получалось вчера, будет получаться у них и послезавтра, привела к той ситуации, которая есть сейчас. Но ситуация совершенно рукотворная. Но так же быть не должно было. Ведь не прилетели же какие-нибудь там самолеты с Бэтменом, да, я не знаю, куда-нибудь там в грановитую палату и не выгребли оттуда, так сказать, золотые слитки. Ведь Россия свои золотолюдные резервы, так сказать, как бы это так деликатно сказать, не оптимальным образом хранила, что привело к их замораживанию. Кто же заставлял-то так делать? Тем более, что наши партнеры предупреждали, тем более, что, господи, с 2014 года это обсуждалось, сейчас 22-й. У вас было 8 лет, в течение которых вам говорили, если произойдут вот такие-то и вот такие-то события, ваши золотолюдные резервы будут заблокированы. 8 лет умножаем на 220 рабочих дней в году на 8 часов в день. Было время подумать. Объективно, было время подумать.